Издательство Эксмо. Людмила Мартова. Кружевное убийство. Если хочешь добиться успеха, будь готова потратить много времени. Этому правилу, много раз опробованному на собственной шкуре, Снежана следовала неукоснительно, и оно никогда ее не подводило. Вот и сейчас, после полуторачасового разбора содержимого коробки, она наконец нашла то, что искала. Образец винтажного кружева для коллекции домашнего текстиля, заказанной новой клиенткой. Да, вот это взыскательную Светлану Павловну точно обрадует. Сколок, на котором была изображена сложная, искусно сочетаемая из разных узоров кружевная дорожка, состоящая из цветов и листьев, выплетенная классическим вологодским манером, но все-таки совершенно уникальная. Тоже принадлежал Татьяне Макаровой. Наверху плотного листа бумаги стоял все тот же мастеровой знак «ТМ», что означало, узор мастерица разработала еще до своей свадьбы. Разложив его на свободной подушечке и оценив как следует, Снежана убедилась. Это именно то, что нужно. На то, чтобы сплести необходимое количество метража для отделки, у нее, по прикидкам, должно было уйти около месяца. Что ж, за это время можно успеть выбрать и заказать ткани, дождаться, пока их доставят, настрочить нужное количество скатерти и шторы постельного белья, а потом умело украсить их готовым кружевом. В голове у Снежана уже вспыхивали идеи, как именно это сделать, чтобы получилось красиво, необычно, но при этом удобно. Да, новый заказ действительно обещал быть интересным. Рабочий стол был завален другими рисунками, каждый из которых Снежана внимательно рассмотрела перед тем, как отвергнуть. Все сколки тоже были классными, но подходили не для коллекции текстиля, а скорее для платьев или жакетов. Один сколок заинтриговал ее больше других. Она понятия не имела, что именно на нем изображено. На узор для отделки рисунок не походил ни капельки, скорее для настенного панно, на котором угадывалось небо, земля, дорога и отчего-то кладбище с могилами и крестами. Да, точно, в детстве она даже попыталась сплести узор по этому рисунку, но быстро запуталась и бросила. На этом листе инициалов ТМ не было, но по особому стилю рисунка Снежана даже не сомневалась, что сколок тоже выполнен ее далекой прапрабабкой. Просто, видимо, позже, когда она уже не была Макаровой и оставила привычку подписывать свои работы. Нет, это ей точно не пригодится. А вот образец кружева для будущей коллекции Светланы Павловны нужно до конца недели сплести. С осколка заказчица вряд ли прочитает рисунок, а значит, не сможет оценить всю красоту замысла. Но до назначенной встречи время еще есть, а пока нужно закончить узор на платье для Веры Михайловны. Новый заказ, каким бы интересным он ни был, не должен сказываться на других клиентах и репутации Снежаны Машковской. Приняв решение, она повеселела. Сейчас, когда мучившая ее проблема была решена, она вдруг почувствовала острое чувство голода и вспомнила, что за ужином почти ничего не съела. Кажется, на сковородке оставалась картошка. Ее можно подогреть и съесть. Глянув на часы, Снежана обомлела. Они показывали десять вечера. Да уж, не самое подходящее время для жареной картошки. Но почему у нее так всегда? Заработается, замечтается и не успеет поесть. Набивает желудок на ночь, а потом плохо спит и вздыхает из-за несовершенства собственной фигуры. Нет, не будет она есть. Потерпит до утра. Сама виновата, что не поела вовремя. Мама уже спала. Она вообще ложилась рано и вставала на заре. Давно прошли те времена, когда она проводила в мастерской ночи. Всю жизнь считавшаяся совой, мама к старости превратилась в классического жаворонка. Снежане это было очень удобно. Ведь поутру ее всегда ждал горячий завтрак со свежей выпечкой. Ну да, плюшки с корицей гости съели. Урчащие животы и сосущие под ложечкой чувства голода не давали уснуть. Снежана ворочалась в постели, кляня себя за глупость. От мыслей о еде нужно было срочно отвлечься и подумать о чем-нибудь другом. Перед глазами тут же услужливо возник следователь Зимин. Высокий, крупный, похожий на медведя. С медведем была связана какая-то тревожная ассоциация. Ах да, фильм «Обыкновенное чудо». Там героиня влюбляется в медведя. И это выливается в разные неприятности. То есть влюбляется она в человека, не зная, что он медведь. Вот и следователь Зимин тоже выглядит как человек, но кажется медведем. При этом совершенно неподходящим объектом для внезапной влюбленности. Фу, какие только глупости с голодухи в голову не полезут. Снежана вылезла из кровати и решительно прошлепала на кухню. Чистая сковородка сиротливо стояла на плите. Но остатки жареной картошки нашлись в холодильнике, заботливо убранные мамой в пластиковый контейнер. Так, сейчас мы ее подогреем. Минут через пятнадцать, доев картошку вместе с куском вареной колбасы и выпив чашку чаю с последней булочкой, Снежана вернулась в постель. Привычно обозвала себя безвольной толстухой и тут же провалилась в сон, в котором не было ни кружев, ни медведей, ни тревоги. Проснулась она от звонка будильника, который всегда заводила в будник, чтобы не позволять себе расслабляться. Работа есть работа, даже если работаешь на себя, и над твоей головой не стоит начальник с кнутом. С кухней тянуло приятными запахами. Так, омлет и круассаны с шоколадом. Ох, мама, мама! Позавтракав и умывшись, Снежана уселась перед пяльцами, дав самой себе зарок на сегодня закончить жар птицу. За ровным мелодичным звоном коклюшек время летело незаметно, да и для посторонних мыслей места в голове совсем не оставалось. Впрочем, прерваться все-таки пришлось. Позвонила Лида, запыхавшись, сказала, что пришла новая клиентка. «Очень дама!» И заинтригованная Снежана, переодевшись, спустилась в ателье. Там действительно сидела «очень дама», не ошиблась Лида. На первый взгляд ей было лет шестьдесят. Но второй, более внимательный, выдавал, что ей гораздо больше. Дама была точно не моложе мамы, просто выглядела прекрасно и дорого. «Здравствуйте, я владелец этого ателье», — доброжелательно поздоровалась Снежана. «Вы хотите что-то у нас заказать?» «Нет», — голос дамы звучал мелодично и очень молодо, и в нем было что-то неправильное. «Заказывать я ничего не хочу, а пришла для того, чтобы с вами познакомиться. Позвольте представиться. Татьяна Алексеевна Елисеева». «Да, точно. Дама говорила с ощутимым иностранным акцентом, словно русский не был ее родным языком. Но при этом имя отчества и фамилия все-таки были русскими, причем смутно знакомыми». «Очень приятно, Снежана Машковская». В голос пришлось подпустить вопросительную интонацию. «Для чего с ней знакомиться, если не для заказа какого-нибудь наряда?» «И мне очень приятно. Наконец-то я вас нашла. Дело в том, что я ваша родственница. Дальняя, разумеется». Снежана смотрела на нее, не понимая, словно вдруг очутилась в театре абсурда. «Родственница? Какая родственница, если они с мамой — единственные дети в семье?» «Как она сказала ее зовут? Татьяна Алексеевна Елисеева?» «Татьяна Елисеева в девичестве Макарова. Бабушка маминой бабули. Та самая мастерица, чьи инициалы стоят на злополучных сколках. То есть гостья — тоже ее потомок? Но откуда она взялась и почему именно сейчас?» Снежана почувствовала, что у нее начала кружиться голова. «О, я вижу ваше недоумение, детка. Понимаю, вы не были готовы к моему появлению. Но я так долго искала свою родню, так терпеливо ждала, когда смогу приехать в вашу страну. И так немолода, чтобы ждать еще. Я отправилась в путешествие, несмотря на закрытые границы, чтобы все-таки увидеть вас». Снежана молчала, чувствуя, как бешено колотится сердце. Несмотря на внешнюю приятность дамы, она просто кожей чувствовала исходящую от нее опасность или возможные неприятности. Она и сама не знала. «А вдруг дама имеет отношение к найденному в лесу трупу? Но как и почему?» «Детка, что же вы молчите?» Прабабкина тезка всплеснула руками. «Я вас напугала, расстроила. Давайте же присядем, и я вам все объясню». Снежана вдруг обратила внимание на застывшую рядом Лиду, которая жадно ловила каждое слово. Вот еще не хватало устраивать спектакль перед посторонними. «Татьяна Алексеевна», — решительно сказала она, «давайте поднимемся к нам домой. Мы с мамой живем в этом же доме, и я уверена, что ей тоже будет очень интересно вас послушать. Девочки, работайте. Я спущусь позже». «Я знаю, где вы живете», — сообщила дама. «Я вообще про вас все знаю. Просто решила сначала встретиться с вами, деточка, как с представителем более молодого поколения. Ваша мама, как и я, немолода. Я хотела убедиться, что лишние волнения, связанные с моим появлением, ей по силам». Дома Снежана в очередной раз убедилась, что ее мама слеплена из гораздо более крутого теста, чем она сама. По крайней мере, у мамы появление дальней родственницы никакого ступора не вызвало, только чистую и незамутненную радость. «Боже мой, таточка, можно я буду вас звать именно так? Какое же счастье, что вы приехали! Мы только вчера вспоминали нашу с вами бабушку, и тут вы. Счастливое совпадение!» Снежана нахмурилась. В отличие от мамы, счастливым совпадение она вовсе не считала. «Проходите, сейчас будем пить чай и разговаривать. Как же вы? Как нас нашли? Где живете?» «О, Ирочка, я тоже очень рада нашему знакомству!» отвечала гостья все с тем же едва уловимым акцентом, который придавал ее речи легкую странность и в то же время шарм. «Конечно же, я все вам расскажу. Я же для этого и приехала. Как хорошо, что открыли прямой рейс из Женевы в Москву. Как только я смогла купить билет, сразу отправилась в путь. «Время для перелетов и путешествий сейчас не самое благоприятное», сухо сказала Снежана. «О, детка, если бы я ждала благоприятного времени, то могла бы и не успеть вас повидать. Мне 79, а это тот возраст, когда уже можно перестать считаться с внешними обстоятельствами. И еще я, слава богу, могу позволить себе такую роскошь, как перестать бояться смерти. Гораздо страшнее умереть, не успев выполнить запланированное». С удобством расположившись на кухне, гостья принялась рассказывать, не забывая прихлебывать чай и хвалить мамину выпечку. Как уже знала Снежана со слов мамы, у знаменитой плитеи Татьяны Елисеевой родилось семеро детей. Старшая дочь Наталья появилась на свет в 1864 году. Внучкой ей приходилась мать Ирины Григорьевны. Затем в течение десяти лет та-то родила шесть сыновей, младшим из которых был Георгий Елисеев, дед нежданной гости. Таким образом, степень родства была установлена. Седьмая вода на киселе, иначе и не скажешь. Мама, тем не менее, сияла от радости. «Я всегда так страдала от того, что у нас небольшая семья», говорила она, хлопоча на кухне и подливая Татьяне Елисеевой чаю. «Моя мама была единственной дочкой в семье. Дед рано погиб. Она тоже родила только меня, потому что годы были тяжелые, работать приходилось много, да и поздним я оказалась ребенком. И Снежанка у меня появилась уже в зрелые годы. О втором ребенке мы с мужем думали, но не успели. В общем, я всегда завидовала дружным большим семьям, а у самой не сбылось. Так уж сложилось, что мы со Снежанкой одни на всем белом свете. А сейчас получается, что нет. Пусть и дальние, а все-таки родная кровь. Не водится. «Татьяна Алексеевна, расскажите о себе», — попросила Снежана, настороженность которой все не проходила. «Нет, не к добру появилась эта родная кровь. Не к добру». «Вы из-за границы прилетели, значит, там живете?» «Да, мой дед Георгий Елисеев, Таточкин сын. У Колчака служил, потом во Владивостоке оказался. Затем в Харбине. К счастью, к нему семья успела приехать. Жена и сын. Мой отец Алексей Елисеев. Ему тогда четырнадцать лет было. Потом они оказались в Париже. Вполне понятная для тех лет история. Жили трудно, разумеется, но папе образование смогли дать. Потом он в Америку уехал и там сумел на ноги встать. Он предприимчивый очень человек был. Не женился долго, но это, как я с ваших слов поняла, в нашей семье дело обычное. Я родилась, когда ему уже тридцать семь лет было. Зато мамочке моей восемнадцать. Она из очень богатой семьи. Не Ротшильды, конечно, но фамильное состояние веками делалось. Так что я нужды в детстве не знала. Да и дальше тоже. Муж у меня тоже был человеком состоятельным, владельцем одного из банков в Женеве. Так что из Америки я переехала в Европу. Снежана слушала, открыв рот. Происходящее ей нравилось все меньше. То, что рассказывала гостья, казалось похожим на сказку. Но не бывает так в жизни. В родительской семье всегда был культ папиной бабушки. Или, как ее звали, таточки. Дед ее боготворил. Да и папа любил очень, хотя не видел с тех пор, как ему восемь лет исполнилось. Именно поэтому меня назвали в ее честь. И фамилию я, когда замуж выходила, девичью взяла. Точнее, она у меня двойная. Елисеева Лейзен. А нас вы как нашли? Спросила Снежана. Я с детства хотела найти своих русских родственников. Папа очень хотел, чтобы я знала русский язык. Он со мной говорил только по-русски. И няню мне наняли тоже русскую. Папа очень меня любил. Всегда сам укладывал спать, рассказывая сказки и истории из своего детства. Он же не дворянских кровей был. Они всегда небогато жили. Поэтому его отец и в армию пошел. Там хоть и небольшая, но постоянная зарплата была. В общем, всю жизнь папа мечтал в Россию вернуться. Хотя бы одним глазком на родину посмотреть. Найти могилу бабушки Таты. Но не сложилось. Когда папа умер, мне около тридцати было. Молодая жена, молодая мать. Но я на его похоронах слово дала, что обязательно сюда приеду и родственников найду. Железный занавес не дал. С легкой издевкой спросила Снежана. Не верила она гостьям. Ни единому словечку.